Ребята, всем привет и добро пожаловать в этот уютный осенний ролик. У нас сегодня третья часть и продолжение видео. Я больше это не покупаю. И если вам интересно экономить свой бюджет, если вам интересно не расходовать осознанное потребление, назовем это красивым словосочетанием, на самом деле это настолько сильно освобождает ваше время, ваши силы, ваши денежные средства, это всегда можно заменить чем-то другим. И сегодня у нас выпуск будет больше про бьюти-часть и про одежду, потому что первые два выпуска у нас были больше про домашние штучки. И если что, заглядывайте в эти ролики обязательно, потому что они действительно очень сильно помогут вам обустроить свой быт и сделать его более комфортным. Итак, первая вещь, не совсем очевидная, но я больше не покупаю носки по размеру. И я сейчас объясню вам почему. Если вдруг, особенно вы адепт слитков, то сейчас для вас, возможно, станет открытием, если у вас вдруг есть какие-то проблемы с ногтями на ногах, потому что когда мы покупаем носки по размеру, они очень часто сдавливают нашу ногу настолько, если вы обратите внимание, вот поставите свою ногу на бумагу без носка, и потом наденете носочек, и также поставите и обведете ее. Вы увидите, насколько сильно они сдавливают вам пальцы, и если вдруг у вас есть какие-то проблемы с ногтями на ногах, выпирающие косточки, то замените себе носки, и, возможно, вам не придется страдать, ходить на педикюры к подологам и иже с ними, и также заменять постоянно свою обувь, думая, что она вам натирает. На самом деле нога очень сильно деформируется, если мы вспомним какие-нибудь африканские племена, которым навешивали, я не знаю, кучу сережек, например, на уши, или вытягивали шею. Естественно, тело адаптируется под некоторое давление, и затем с годами у нас происходит какое-то искривление и искажение тела. Поэтому покупайте себе носочки на размер побольше, особенно если вы не можете отказаться от следков. Я их больше не покупаю вообще, потому что для меня здоровье ног стало намного важнее, и я поняла, что я на педикюр трачу намного больше денег, и еще и мучаюсь ногтями постоянно, постоянно просто из-за этой истории. Так что я вам советую тоже обратить внимание, покупайте себе носочки из хлопковых материалов, чтобы ноги, конечно же, дышали. Второй пункт, который я не покупаю, это верхняя одежда по размеру, которая садится на нас настолько в облипку, что мы не можем пододеть в осенний период никакой другой слой. Для меня это безумно важно, потому что я человек, у которого аллергия на холод, я не знаю, у меня просто организм сам тянется на Мальдивы или жить куда-то в теплые страны, но, конечно же, я очень люблю свой город, поэтому адаптируюсь к тому, что имею. Я просто отказалась от покупки верхней одежды по, так скажем, по фигуре и по своему размеру, потому что она просто не нужна, к сожалению, в обиходе, если вы не живете где-то в теплой Европе, когда это можно просто надеть на футболочку. Наверное, очень важный принцип, который мне помогает не покупать лишние вещи, это не идти в магазин просто для того, чтобы прогуляться, а идти туда целенаправленно. Это касается и продуктов, и это же касается и вещей. Я, в принципе, точно знаю, чего мне в гардеробе не хватает для полного счастья. И очень часто это бывают какие-то базовые вещи. Это, например, обычная белая рубашка или футболка. Если мы говорим про какие-то модные вещи, я их сначала перевариваю, выписываю себе в список, например, из последних хотелок и покупок это казаки, которые я точно понимаю, что я буду носить с миллионом образов минимум три сезона. И я сейчас понимаю, что я не покупаю, например, зимнюю обувь с мехом, особенно если это какая-то обувь на выход, потому что очень часто обувь на выход нам не нужна для прогулки зимой. Она нам нужна непосредственно пойти куда-то на мероприятие, поэтому я использую матерьоны без меха на каблуке. Для того, чтобы ходить гулять, мне, конечно, нужна пара сапог с утеплителем, но не больше. Но это определенный тип обуви, и я это стала абсолютно четко отслеживать и понимать. И прежде чем идти в магазин, я просто выписываю себе список покупок, которые мне нужны. Даже заходя на ту же ламоду, я не ситуативно бросаюсь на какую-то скидку или на предложение, которое мне кто-то подпихнул и подселил эту мысль, как 25-й кадр, что мне это надо. А это уже осмысленная какая-то история, когда ты идешь и ищешь целенаправленную вещь, которая тебе действительно нужна в том конкретном цвете, который тебе необходим. И это очень сильно помогает экономить бюджет, а не бежать вот просто потому, что распродажа, и ты в любом случае что-нибудь докупишь, хотя у тебя такой потребности даже не было. Я, кстати, совсем перестала использовать миниатюры и брать, например, на кассе золотого яблока или если я где-то покупаю косметику, всякие вещи, которые мне не нужны. Понятно, что у меня есть побочный эффект бьюти-блогера, что я уже кучу всего попробовала, но я поняла со временем, что все миниатюры это пакетик в пальцем в небо, ты тратишь как бы ненужный пластик, скорее всего тебе этот продукт не подойдет, либо у меня в моем случае я покроюсь себя прыщами, для меня это вообще классика жанра. Ну, то есть я могу взять только в том случае, если я хотела этот продукт попробовать. И вообще вот вся вот эта концепция брать только то, что тебе нужно, она очень сильно помогает, когда ты к ним привыкаешь. То же самое касается бьюти-боксов, потому что обычно там два или три продукта это максимум потолок, который действительно интересный, новый или хочется попробовать. В остальных случаях это опять же тот же самый перевод пластика и собственного времени, нервов и сил на восстановление потом кожи. Поэтому я в принципе не беру больше миниатюры, только вот точечно у каких-то конкретных производителей. И это в принципе очень сильно помогает освободить ваше время и не переутомляться от того, ой, а что с этой баночкой делать, отложу ее в отдельный ящик с косметикой, которую я буду брать в поездки, в путешествия. На самом деле намного проще завести себе банки, в которые вы будете просто переливать ту продукцию, которую используете дома. Я перестала вообще привозить всякие мелкие сувениры и ненужные вещи из поездок. И это касается не только для дома, знаете, всякие фарфоровые фигурки, вот эти вот пылесборники, но и касается моих подарков для близких. Я все равно что-то привожу для мамы, для друзей очень часто, но в основном я стараюсь привезти еду, потому что это какое-то соприкосновение с культурой, и у вас останутся эмоции, но при этом у вас не появится нового там магнитика, если только конкретно человек их не собирает, который потом непонятно будет, куда деть, и выбросить жалко. Ну и в общем у всех, наверное, есть такая категория вещей. Поэтому я стараюсь не брать также на кассах всякие, знаете, раздаточные материалы. Я не беру всякие купоны, даже, знаете, когда мне человека жалко, я раньше брала, ну человек стоит, работает, возьму купон. Но я понимаю прекрасно, что мы таким образом просто плодим эту систему. В общем, всякие сувениры, подарки, которые дают бесплатно на кассе, даже в тех же магазинах продуктовых, я больше не беру в том числе, и также не беру даже еду. Очень часто бывает, или друзья там предлагают тебе, ой, а у меня вот это вот осталось, давай я тебе там передам или отсыплю. На самом деле, то же самое касается и круп. Я прекрасно понимаю, мне кажется, я рассказывала про это в предыдущих роликах, что я ем определенные позиции. И если мне нужно что-то для конкретного блюда, проще пойти и купить, чем плодить вот это вот ящики, которые там есть крупы у некоторых, которые по 2-3 года стоят. И я с этим знакома не понаслышке, так скажем. Поэтому в этом нет ничего постыдного, но зато я буквально только несколько лет назад разобралась, и мне стало намного проще так поддерживать порядок дома. Так как сегодня мы с вами сидим вот в такой приятной обстановке, это декор, который я использую регулярно, и я осознанно стала делать натуральный декор для дома. А если это осень, то это тыквы, если это зима, то это какие-то еловые ветки и шишки. Это все то, что может быть потом переработано, или, например, если елка в горшке, то ее можно всегда посадить где-нибудь на даче, если это тыквы, то потом приготовить суп, запечь и так далее. Поэтому пластиковый всякий декор, который я, ну, вряд ли потом второй год буду использовать, я не покупаю больше вообще. Это максимум могут быть свечи какие-то, и все. Я стараюсь не покупать себе больше вещей из стопроцентного полиэстера, и это касается не только одежды, которую я надеваю на себя, нижнего белья, носков. Это касается даже одеял, наволочек и подушек, потому что я стала замечать, что мое тело как-то не очень, даже, я бы сказала, агрессивно реагирует на искусственные материалы, и я намного больше потею во время сна, я просыпаюсь, не знаю, с забитым носом. Обратите внимание на материал вашей подушки, если вы плохо высыпаетесь. То же самое обратите внимание на материал вашего одеяла, и чаще просто при покупке обращайте внимание на то, из чего сделана ваша вещь, и, скорее всего, она вам будет дольше служить, и также вы себя будете чувствовать комфортно. У меня, например, есть кашемировые свитеры, некоторые, которые вообще не создают какого-то ощущения удушения или дискомфорта тела, или, вы знаете, когда вам душно, именно вам не жарко, а вам душно, и как будто нечем дышать. У меня во многом так вот полиэстеровых свитеров, плюс они скатываются, и после стирок нескольких уже выглядит не очень. Например, свитер на мне, это шерсть с добавлением полиэстера, и я, изучив этот момент, знаю, что добавляют полиэстер в шерстяные вещи для того, чтобы они меньше пеленговали, чтобы вам не нужно было постоянно сдавать вещи в химчистку, и вы могли их постирать дома на режиме бережной стирки. Для того, кто активно ходит, носит вещи, и кто часто стирает, я думаю, на химчистке можно разориться, поэтому, конечно, либо я делаю выбор в пользу такого логичного состава, грамотного, либо у меня есть кашемировые вещи, которые уже требуют, конечно, определенного ухода. Что касается чулочно-носочных изделий, я, кстати, перебрала весь свой шкаф с колготками, потому что я поняла, что я ношу ровно одну марку, ровно одну фирму, и колготки, которые мне долго служат, и это не просто по какой-то причине даже визуальной, то, что колготки должны быть матовыми, без вот этого ужасного дешевого блеска. Есть еще один немаловажный нюанс. Колготки я раньше покупала всегда с утяжкой, для того, чтобы форма выглядела более божественной, но в какой-то момент я поняла, что у меня очень сильно передавливается вот эта вот часть у пупка, и если колготки с очень сильным давлением, у меня просто потом безумно болит низ живота, а это вообще ненормально. И я стала покупать колготки, и, кстати, я в них тоже чувствовала вот эту вот духоту, когда тебе как будто нечем дышать. Я не знаю, либо это у меня какая-то особенность, либо я просто стала более привередливой и чувствовать, ну, прислушиваться к своим ощущениям. В общем, колготки я ношу только в фальке, потому что они тонкие, и знаете, это как носить полиэстер и хлопок. То есть у меня в них прям дышит тело, я в них никогда не потею, и нет никакой проблемы. Я никого не агитирую покупать конкретно их. Я знаю, что и в кальзидоне есть такие, знаете, более матовые, и тоже более легкие колготки, они тоже, в принципе, нормальные. И то же самое касается нижнего белья. Я стараюсь вообще не покупать полиэстеровое нижнее белье. Мне кажется, вся концепция магазина и вот конкретно ювелирки, которую я делаю, она родилась из осознания того, что я больше не готова выкидывать деньги и выкидывать любимые украшения. Я только к ним начинала привыкать. Это какая-то бижутерия. Я любила покупать в H&M какие-то небольшие украшения, но их хватало на месяц. А для тебя это уже как дополнение и часть твоей руки. И после этого я стала делать такие деликатные, минималистичные украшения именно из золота, из серебра с позолотой, потому что для меня очень важна энергия, что ли, или любовь к вещи, которую я вкладываю. И мне не хочется так быстро прощаться с любимыми вещами. Мне хочется, чтобы они мне служили всегда, вечно, и чтобы я могла каждый день себя в них чувствовать уютно. Поэтому я вот эту концепцию пытаюсь переложить на абсолютно весь свой гардероб и на все свои покупки, для того, чтобы не делать их не осмысленно, что ли, а баловать себя какими-то вещами, в которых я себя прям чувствую классно и комфортно. Что касается вещей, которые я тоже перестала покупать, это одноразовые вещи, типа платья на вечерние выходы. Для всех абсолютно событий мне подходят мои атласные платья, платья, которые можно комбинировать вместе с пиджаками, любой верхней одеждой, и самое главное, носить в любой сезон. Это осень, зима, весна, лето, и вы можете накинуть туда рубашку. То есть это платье как базовая основа. И раньше я могла купить платье с перьями, или платье со стразами, или с очень яркой декоративной отделкой. И это касается курток, это касается рубашек и так далее. Но эта вещь, по сути, можно сказать, одноразовая. Если мы говорим про базовые вещи, однотонные свитеры, однотонные футболки, то вы можете их носить практически постоянно. Это, конечно же, дело стиля и дело вкуса, но как ни крути, процент возможных комбинаций с однотонными вещами намного больше. Это касается и прошивок, особенно на джинсах. Вот такие яркие контрастные строчки. Это касается и кедов. Почему я стараюсь покупать хотя бы одни базовые кеды, потому что они просто подходят и под платье, и под любой фрагмент гардеробы, и не будет выглядеть, как будто не отсюда. Поэтому мой гардероб состоит в основе своей из базовых вещей. То есть вот этот свитер я могу надеть, как и с вечерним платьем, и это будет выглядеть уместно, так и с домашним каким-то костюмом, вязанными брюками. И это тоже выглядит очень классно. Для всего остального, как говорится, есть мастер-карт. Ну, а если говорить серьезно, то я стала покупать вместо вот этих ярких элементов аксессуары. Аксессуары, которые мне служат дополнением к какой-то не такой яркой или броской, не такой вечерней или не такой праздничной вещи. Например, я купила отдельно перья, которые можно надевать как на голень, так и на руку. Вообще любой фрагмент. Это могут быть какие-то яркие пояса, это могут быть какие-то яркие крупные серьги, которые будут активной составляющей вашего образа. Это могут быть какие-то ленты в волосы абсолютно разных оттенков. И именно за счет дополнительных аксессуаров я уже создаю целостный образ. Потому что раньше, когда у меня гардероб состоял из классных броских вещей, мне было очень сложно их комбинировать между собой. И надевая эту вещь второй день, ты думаешь, блин, как бы я снова выгляжу так же. Но с базовой вещью такого не происходит. Поэтому все вещи, которые слишком с активным декором, я практически перестала покупать. Если это, конечно, не какая-то футболка спринта. Я могла себе спокойно взять какую-то супер приталенную вещь, XS, но не задумывалась о том, что там еще есть нижний слой. Например, бюст, лифчик или какие-то вещи, которые будут дополнительно сковывать и передавливать, перекрывать вам дыхание. Я даже как-то отдельно снимала видео, а потом закрыла к нему доступ, потому что оно такое очень спорное. Но все-таки мы очень часто травмируем свое тело просто за счет того, что покупаем неправильный размер одежды. Поэтому я перестала покупать джинсы скини. Не в смысле даже того, что это сейчас не модно, а в смысле того, что они тоже не должны сидеть так, чтобы потом, снимая джинсы, у вас оставались такие красные, а то и синие какие-то отметины, передавленное тело. Все-таки у вас грудь, ребра должны быть раскрыты, вы должны дышать. Поэтому лифы, опять-таки, которые очень сильно спрессовывают вам тело, и если вы потом, снимая их, видите какое-то раздражение, перетягивание, то это значит, что в течение дня вы просто перекрываете себе кислород. Это на самом деле очень плохо. Мы возвращаемся с вами к первому пункту, там, где я объясняла вам, что тело подстраивается, и в конце концов оно будет защищаться, и где-то в другом месте выстраивать компенсаторику, защиту. То есть у вас дополнительно может со временем появляться какая-то сгорбленность. В общем, нужно выбирать себе одежду такую, чтобы она не сковывала никакие ваши движения, несмотря на то, что мода — это мода, но мы все-таки движемся в сторону более осознанного потребления, не только в смысле перепотребления и покупки одежды, которую мы наденем один раз на выход, чего я, кстати, тоже больше не делаю, но и вещи, которые подходят именно вам. Еще один совет — это просто выбрать из гардероба те вещи, в которых вам комфортно всегда. Скорее всего, это какие-то атласные юбки или оверсайз брючки широкие, которые вам нигде не передавливают, но выглядят стильно. Это какая-то там аккуратная пара обуви, опять-таки, которые нигде не давят, в которые вы можете целый день ходить пешком. И от этого уже вы можете отталкиваться, нарисовав себе капсулу вещей. Например, вы можете прям замерить, какая длина футболки вам комфортна в гардеробе, и то же самое сделать там с длиной юбки, и то же самое с длиной платья. Я это сделала один раз в своей жизни, и после этого я не ошибалась при заказах онлайн. Я просто понимаю, насколько это платье подойдет мне или нет. Еще одна вещь, которую я больше не покупаю, это сумки и обувь из кожзама, из дермантина. Особенно некачественные. Если мы говорим про какие-нибудь сумки Louis Vuitton, там вот эта вот запатентованная кожа, которая, в принципе, достаточно долго служит, и то имеет место быть ее выход из строя, и ее практически невозможно отремонтировать. Если же мы говорим про сумки какой-то масс-маркет категории, и они сделаны из дермантина, они просто через 2-3 месяца выходят из строя, особенно на уголках. Они обдираются, и это, во-первых, смотрится неэстетично, во-вторых, дешево, в-третьих, сумка просто вышла из строя. Вот вы потратили на нее 5 или 10 тысяч рублей, и это просто хлам и мусор, который не служит вам вообще. Я, конечно, адепт какой-то более практичной истории, и, как папа говорил в детстве, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. При этом мы никогда не бедствовали, но это действительно такая истина, мудрая и осознанная, когда вы покупаете вещь, которая будет вам служить и через 10 лет. То есть, когда вы накопите еще на одну такую вещь, у вас уже будет две вещи. Но если мы будем постоянно покупать дешевые, типа, свитеры из полиэстера, которые за две носки превращаются в нечто непонятное, и рука к ним уже тянуться не будет. Если мы покупаем сумки, которые выходят из строя, то у вас просто со временем вещей никаких не останется, и вам опять будет нечего носить. Поэтому выбирайте для себя только самое лучшее. Вы знаете, мне еще хочется сказать под конец этого видео такую вещь. Я понимаю, что я говорю очень часто какие-то достаточно простые и очевидные вещи, но иногда правильно и вовремя услышанное слово, оно помогает нам действительно проанализировать, открыть глаза на какие-то вещи, которые мы циклим и делаем по привычке. И я очень надеюсь, что вам это видео поможет взглянуть по-новому на свой гардероб, может быть, достать какую-то капсулу, вещи, примерить на себя ту одежду, которая вам больше не нравится, и никогда ее больше не покупать. А это, в свою очередь, сохранит вам огромное количество нервов по утрам и времени, и ваших денег. Так что желаю всем хорошего настроения. Если у вас получилось сегодня открыть глаза на какие-то вещи, напишите, пожалуйста, внизу, потому что для многих именно отзеркаливание через других помогает понять и усвоить какие-то вещи. Обнимаю всех. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok